У нас бизнес в сфере животноводства, это не совсем животноводческая компания. Это компания, которая предоставляет возможности для формирования здоровых кормов для животных. Мы являемся и производителями и импортерами кормовых добавок, которые позволяют сделать корма максимально натуральными, полезными для животных. И соответственно, чтобы потом животные были здоровые и чтобы то, что едят потом люди, тоже было максимально здоровыми и качественными. Вот такая вот цепочка. На самом деле история очень интересная и такая девочковая у меня история. Я его не выбирала, меня он выбрал сам. Я только так могу сказать. И на самом деле в моей жизни все чаще всего происходит благодаря очень открытым дружеским отношениям к конкретным людям. И вот в данном случае точно так же я попала в сферу животноводства благодаря тому, что я хотела помочь одному своему другу. А там тоже произошли знакомства, я подружилась с другим человеком и вот так цепочка. Сначала я была наемным сотрудником и буквально через полгода уже написала бизнес-план и получили мы контракт. Я уже как собственник компании. Поэтому тут первичным было желание пойти за человеком, с человеком и вторичным была уже какая сфера бизнеса. Хотя для меня на тот момент она была с такой подковыркой, поскольку на тот момент, когда я попала в бизнес животноводства, уже год как я не ела мясо. И сейчас это уже практически 10 лет. И конечно для меня был вопрос, ты сама мясо не ешь и ты пойдешь в бизнес, чтобы кормить животных и чтобы их потом убивали. Эту историю уже знают многие мои сотрудники, коллеги, партнеры, но тем не менее я очень сомневалась. Но одна моя знакомая подсказала мне, говорит, посмотри в сфере своих сомнений, посмотри фильм Темпл Грандин и возможно тебе придет ответ. Я посмотрела и там девочка-аутист создала проект убойных ферм в Америке. Девочка, которая конечно в принципе не ела мясо, то есть была чистым вегетарианцем. И она создала этот проект и защитила диссертацию на эту тему. И сказала там такие слова в конце фильма, что я не могу заставить весь мир перестать есть мясо в один момент, но я могу сделать что-то, чтобы эти животные сейчас, сегодня меньше страдали. И это было решающим моментом. На тот момент я поняла, что просто стоять в стороне и считать себя такой белой, пушистой, я не ем мясо, я такая хорошая. Это не вариант, это чуть-чуть эгоистично и это собственно не спасет мир. А пойти в животноводство и что-то сделать хорошее именно в этой сфере, вот так сложились парлы. Поэтому я здесь. Я приняла решение о том, что я иду в животноводство и тогда же в этот момент я себе дала слово, что если я сюда иду, то я должна делать все максимально хорошее для животных и для людей. То есть это не будет чистое зарабатывание денег, потому что бизнес, я понимаю, что это прежде всего должен приносить доходы. Это бизнес, это как бы основополагающий принцип развития бизнеса, чтобы он приносил доход и мог расширяться и так далее. Но конечно же на сегодняшний день особенно актуально, чтобы у бизнеса была миссия. И в тот момент, когда я приняла решение работать в этом бизнесе, я поняла, что нашей миссией будет делать все, чтобы укрепить здоровье животных, чтобы их жизнь сделать максимально комфортной и чтобы продукты питания животного происхождения для людей, потому что у меня четверо детей, мне это не безразлично, чтобы продукты питания были максимально здоровыми и качественными. Вот это наша миссия. Мы собственно и следуем, потому что за 10 лет было много разных предложений от компаний мировых, например, чтобы мы их представляли в Украине, но это были синтетические добавки, это были антибиотики, это были, скажем так, добавки, на которых можно было очень хорошо и быстро заработать деньги, но не было никаких сомнений. То есть один раз принятая миссия и как основная ценность, этот выбор очень быстро был прозрачным и чистым для меня, потому что нет, мы с этим не работаем. Это не значит, что я осуждаю или как-то против этого. Я понимаю, что в некоторых случаях без антибиотиков, без неких синтетических добавок сложно справиться. Я просто немножко больше сейчас уже понимаю в этом бизнесе, но это не значит, что мы не должны стараться все-таки двигаться в сторону натурального кормления, экологичного кормления, этичного отношения к животным в том числе. Вы знаете, я могу сказать, что вот за то время, сколько я в этом бизнесе, ситуация очень хорошо и кардинально меняется. На самом старте, конечно, многие просто смеялись, потому что, ну, во-первых, и я была моложе и воспринимали, как вот девочку с такими утопическими идеями, которая пришла вот здесь и хочет старожилам бизнеса рассказать, как правильно вести бизнес. Но ситуация меняется и возраст у меня увеличивается, да, авторитет прибавляется с возрастом. Но я шучу, конечно. На самом деле тенденции мировые прослеживаются и в Украине точно так же. И если раньше более дорогое натуральное кормление в принципе воспринималось, зачем нам это надо, нам нужно зарабатывать деньги, у нас хорошо работает антибиотик и нам вообще этого ничего не нужно, то на сегодняшний день кто-то дошел осознанно к тому, что не безразлично, что едят люди дальше, да, а кто-то, кого-то заставили обстоятельства. Потому что, первое, антибиотики перестают работать. Это факт. Есть антибиотика резистентность. Никто ее не отменял. Она набирает очень таких сильных масштабов. И сейчас это все поднимается в том числе и журналистами, в том числе различными и деятелями, скажем, авторитетами, да, в различных сферах. Потому что на это нельзя закрывать глаза. Хотим мы или не хотим, это влияет на то, как потом люди справляются с различными заболеваниями. Потому что это все взаимосвязано. Поэтому, конечно же, сейчас кто-то хочет добровольно, а кто-то не хочет, но их заставляет обстоятельства и время смотреть в сторону экологичного натурального кормления. Поэтому на сегодняшний день это наше время. И, конечно, все, что мы сейчас предлагаем рынку, это очень востребованные вещи. А кроме всего прочего, эти обстоятельства заставили компании задуматься, что не всегда натуральное и экологичное это невыгодно. Да, это иногда бывает визуально дороже. Но когда смотришь на эффективность применения, то все понимают, что это выгодно. И у нас в Украине есть клиенты, которые уже много лет на наших продуктах и которые сами даже нашли те бонусы, когда длительно применяют здоровое кормление, нашли бонусы, о которых сами не подозревали. И экономически это оказывается очень выгодно. Даже если при первом приближении кажется, что это дороже. Хочется и мечтается про многократное развитие и расширение. И, наконец-то, мне кажется, несмотря на то, что все считают 2020 год сложным, и в том числе для нашей компании он был очень трансформационным. Но, знаете, как говорят, у нас без пинка развитие, ну, редко происходят такие скачки в развитии. Поэтому, в принципе, и в обычной жизни, и в бизнесах любые препятствия являются благом. Потому что начинаешь активизироваться и искать какие-то поиски новых решений. И вот сложный год, начало года в этом году меня лично и нашу компанию заставило точно так же расширить круг и поле зрения. И на сегодняшний день у нас несколько новых контрактов, замечательные продукты. Продукты, о которых, например, я еще несколько лет назад только мечтала. И сейчас они являются уже нашими, в нашем арсенале. У нас есть сотрудничество сейчас с польскими научными работниками, с докторами биологических наук. Вот, например, к Шиштофам Кастнером, который разработал продукт. Это дешевый, достаточно дешевый, но очень натуральный, эффективный белковый компонент для корма. А белок – это очень важная составляющая в корме. И в силу сегодняшней тенденции на рынке, когда белковых компонентов, в принципе, это дорогие достаточно компоненты, а он предлагает рынку не просто более дешевый компонент. А он еще предлагает такой продукт, который меняет качество мяса даже, усваиваемость мяса, содержание аминокислот и так далее. То есть он еще и полезным делает продукт. То есть не стоит наука на месте. И я очень рада, что нас мир сейчас и вселенная свела с такими очень творческими и глубокими людьми. То есть это не просто торгующая компания, это человек, который всю жизнь занимается исследованием. И таких компаний у нас сейчас несколько. И в ближайшее время мы выводим на рынок еще новые продукты. В том числе мы долго занимаемся натуральным эфирным маслом орегано. И у нас появился новый партнер в этом направлении, компания, которая уже 25 лет этим занимается. И вскоре будут зарегистрированы продукты и будут доступны на рынке Украины. Потому что очень уже доказано, что натуральные эфирные масла по своему компонентному составу способны заменять антибиотики в кормах и способны делать так, чтобы корма были полезны для животных. И вот мы это направление дальше развиваем. И вот у нас появился новый партнер. Пока я, может быть, не называю много имен, потому что это все сейчас в процессе. И на нашей страничке Facebook мы всегда знакомим наших клиентов, наших партнеров со всеми новинками. В ближайшее время их будет очень много.